Французские болельщики в Санкт-Петербурге провели бессонную ночь, отмечая победу национальной команды. Сборная Пятой Республики стала первым финалистом чемпионата мира. Сразу после финального свистка ликующие французы прошлись маршем по северной столице. На берегах Невы до самого утра звучала Марсельеза. Эпицентром футбольных страстей стал петербургский стадион «Крестовский». С его трибун за игрой следили более 64 тысяч болельщиков. Среди них находились и воспоставленные лица президент Франции Мануэль Макрон и бельгийская королевская чута. Напряженный матч закончился со счетом 1-0. На 51-й минуте единственный мяч ворота красных дьяволов головой после подачи углового забил центральный защитник сборной Франции Сэмюэль Умти. Как позже сообщил главный тренер сборной Франции Дидье Дишам, его команда смогла найти недостатки в игре соперников, даже несмотря на то, что они лучше контролировали мяч. Радость победителей и слезы проигравших на кадрах из Санкт-Петербурга в репортаже Дмитрия Пищухина. Перед решающим матчем с бельгийцами французы шествовали так, словно уже одержали победу. Отдельные группы болельщиков стекались в целую реку людей, окрашенных в цвета французского триколора. Соперники друг друга стоили. В Петербурге ожидалось не только футбольное, но еще и культурное противостояние. Как писала французская пресса, обе сборные наполовину братья и враги поневоле. На кону было слишком многое. Бельгийцам так и не удалось совершить исторический прорыв. Эту белую ночь в Петербурге французским болельщикам будет точно не до сна. Национальная сборная в третий раз вышла в финал чемпионата мира. Ну а Бельгии так и не удалось зажарить французского петуха, как это обещали болельщики. Бары и рестораны Крестовского острова стали центром футбольных страстей. У болельщиков Пятой Республики сегодня заслуженный повод гордиться своей сборной. Сложно представить, что творилось в эти минуты на улицах Парижа, если Петербург праздновал так весело и шумно. Красное вино, танцы на столах и почести национальному символу Франции – гальцскому петуху. Мы победили. Комплименты в этот вечер сыпались не только в адрес национальной сборной. Болельщики искренне благодарили хозяйку чемпионата – Россию. Прекрасно, прекрасная игра. Спасибо, Россия. Спасибо. Впервые за последние 20 лет у Франции появился реальный шанс вновь стать чемпионом мира. Ее соперник по финальной встрече станет известен уже сегодня. Дмитрий Пищухин, Иван Пономаренко, Дмитрий Лукашевич и Галина Орлова. Вести из Петербурга. Иван Пономаренко, Дмитрий Лукашевич и Галина Орлова. Иван Пономаренко, Дмитрий Лукашевич и Галина Орлова.